Добрый вечер, уважаемые друзья, дамы и господа. Но прежде чем мы начнём серию вопросов и ответов, я хочу поблагодарить президента Турции, господина Эрдогана и всех наших турецких коллег за то, что они так профессионально подошли к организации работы «Двадцатки», создали очень хорошую, доверительную и откровенную атмосферу рабочую для обсуждения тех тем, ради которых «Двадцатка» и собралась. И хочу поблагодарить всех граждан Турции за доброжелательный подход к нашей работе и за помощь, которую мы чувствовали практически на каждом шаге. Пожалуйста. Добрый день, Петров Михаил и агентство ТАСС. Как я понимаю, одной из центральных тем саммита стала борьба с терроризмом. Понятно, что без эффективной борьбы против финансирования террористов победить эту проблему не удастся. Обсуждались ли какие-то конкретные меры на саммите? В каком ключе шло обсуждение этих мер и до чего договорились в итоге? Ну да, разумеется, эта тема была одной из ключевых борьбы с терроризмом, особенно после трагических событий с захватом заложников и гибелью людей в Париже. Но, конечно, мы все понимаем и об этом говорили, о том, что нужно пресекать пути финансирования террористической деятельности. Я приводил примеры, связанные с нашими данными о финансировании физическими лицами различных подразделений ИГИЛ в разных странах. Финансирование, как мы установили, идёт из 40 стран, причём в том числе из некоторых стран двадцатки. Обсуждали эту тему, обсуждали необходимость исполнения соответствующей резолюции Совета безопасности ООН, которая была, кстати говоря, принята по инициативе Российской Федерации по предотвращению и финансированию терроризма, и по пресечению незаконной торговли предметами искусства, которые террористы грабят в музеях, на тех территориях, которые захватывают, и по предотвращению незаконной продажи и получения доходов от нефти и нефтепродуктов. Более того, я даже продемонстрировал нашим коллегам наши снимки из космоса и из самолётов, на которых ясно показаны и видно, какие масштабы приобретает эта незаконная торговля нефтью и нефтепродуктами. Колонны на автомашин заправщиков растянуты на десятки километров, так что с высоты 4-5 тысяч метров они уходят за горизонт. Выглядит это, как просто нефтепроводные системы. Но с коллегами, конечно, этот вопрос обсуждали, и надеюсь, что мы и дальше продолжим эту работу, которая, на мой взгляд, является чрезвычайно важной для борьбы с террором. Агентство «Интерфакс». Владимир Владимирович, в основе «Двадцатки» всегда были экономические вопросы. Какие бы из экономических тем, которые обсуждали с лидерами, вы бы для себя выделили и под вопрос. Вы занимались экономикой и на полях саммита, встречались с главой МВФ. О чём вы говорили, каковы итоги переговоров, и в чём суть предложения, которые вы сделали по пересмотру, по долговой проблеме Украины, МВФ? Действительно, «Двадцатка» – это, прежде всего, экономический саммит, саммит для обсуждения экономических вопросов. Поэтому в центре, кроме вопросов борьбы с террором, что естественно после последних событий и активизации террористов на различных направлениях, мы, конечно, обсуждали экономические проблемы, и среди них я бы выделил инвестиционные вопросы и проблемы, прежде всего, связанные с инвестициями в крупные инфраструктурные проекты и с поддержкой малого и среднего бизнеса. Затем это вопросы борьбы с уходом от налогообложения, с незаконным сокращением налогооблагаемой базы. Ну и третья тема – это вовлечение в трудовую деятельность людей старшего поколения и вообще проблемы, связанные с рынком труда. Здесь два аспекта – и уменьшение количества безработных среди молодёжи, «двадцатка» ставит перед собой задача где-то свести это к 15% в ближайшие несколько лет, ну и вовлечение, как я уже сказал, в трудовую деятельность людей старшего поколения, это так называемая «серебряная экономика». Действительно, во всех развитых странах наблюдается процесс старения населения, количество трудовых ресурсов, сокращается, количество тех людей, которые обеспечивают выплаты в пенсионные фонды, сокращается, а количество людей пенсионного возраста увеличивается. Это действительно является уже сегодня достаточно ощутимым вызовом для экономика развитых стран, и, безусловно, мы не могли не обсуждать эту тему. Я бы сказал ещё, наверное, и о такой проблеме, как проблема климатических изменений, которая очень близко примыкает к вопросам развития экономики и обеспечению темпов роста экономики. А, да, это одна из острых проблем сегодняшнего дня в наших взаимоотношениях и с Украиной, и тема, проблема, которая очень активно в последние месяцы обсуждается и с нашими коллегами по Международному валютному фонду. Нас убеждают наши партнёры по МВФ в том, что мы могли бы пойти на реструктуризацию украинского долга в объёме 3 миллиарда долларов, который должен был быть выплачен до конца следующего месяца, до конца этого года, и уверяют нас в том, что мы должны были бы пойти навстречу Украине и перенести этот платёж в объёме 3 миллиардов долларов на следующий год. Уверяют нас в том, что это и Украине поможет, и обеспечит выплаты России как кредитору. Мы обратили внимание наших партнёров на то, что наш долг является нечастным долгом, это суверенный долг, который предоставлен Украине на нерыночных принципах, на нерыночных условиях. Это суверенный долг украинского государства. Тем не менее, именно для того, чтобы обеспечить получение денег, возврат этих денег и для того, чтобы не ставить Украину в сложное положение, мы сделали, на мой взгляд, неожиданное предложение нашим партнёрам. Мы не просто согласились с реструктуризацией украинского долга, а мы предложили лучшие условия этой реструктуризации, чем от нас просил Международный валютный фонд. Нас просили перенести этот платёж на следующий год в объёме 3 миллиардов. Я сказал, что мы готовы пойти на более глубокую реструктуризацию, готовы на то, чтобы получить… В этом году вообще не получать никаких денег, а в следующем году получить миллиард, в 2016-м, в 2017-м ещё миллиард и в 2018-м ещё один миллиард. Но поскольку наши партнёры уверены, что кредитоспособность украинского государства будет расти, и у нас нет оснований сомневаться в том, что мы получим даже 3 миллиарда в следующем году, а если это так, то нет никаких пасений у наших партнёров выставить гарантии по этому кредиту. И мы попросили таких гарантий либо от правительства Соединённых Штатов, либо от Евросоюза, либо от одного из солидных международных финансовых институтов. Причём мы надеемся, что этот вопрос будет решён до начала декабря текущего года в силу определённого графика работы Международного валютного фонда. Мы переговорили по этому вопросу и с госпожой Лагард, и сегодня так на ногах, но всё-таки переговорили и с президентом Соединённых Штатов, и с министром финансов США. Должен сказать, что это предложение воспринято с интересом. Мы договорились с партнёрами, что в самое ближайшее время предметно пообсуждаем детали наших предложений. И на самом-то деле, действительно, если наши партнёры считают, что кредитоспособность Украины будет возрастать, и нас в этом убеждают, значит, они верят в это. А если верят в это, пусть дадут гарантии. А если они способны дать гарантии, то, значит, они не верят тогда в будущее украинской экономики. Это плохо, мне кажется, и для них, поскольку, понятно, они убеждают нас в том, чего нет на самом деле. Это плохо и для наших украинских партнёров. Но мы думаем, что на самом деле всё это возможно, и не видим никаких проблем в том, чтобы мы разделили риски с нашими партнёрами. Кирилл Атухина, Российская газета. Владимир Владимирович, эксперты много говорили о преемственности повестки турецкого председательства и позапрошлогоднего саммита, который Россия провела в Санкт-Петербурге. Как Вы считаете, подтвердилась ли эта преемственность? Да, конечно. Во-первых, мы очень активно работали в рамках «двадцатки» на экспертном уровне по реализации наших предложений ещё в Петербурге, связанных с предотвращением ухода от налогообложения и сокращением налогооблагаемой базы. В России разработали целый комплекс мер и приняли даже, знаете, федеральный закон о контролируемых иностранных компаниях, о киках так называемых. Это в рамках тех договорённостей, которые были достигнуты в Петербурге. На экспертном уровне мы активно работали с представителями ОСР и разработали план действий по этому вопросу. И вот сейчас мы тоже об этом говорили и констатировали, что должна начаться работа по его имплементации. Поэтому в этом смысле мы видим преемственность турецкого председательства так же, как и в вопросах инвестиций. Ведь мы как раз об этом и говорили, особенно приметили к инфраструктурным проектам. Спасибо. Очень много разговоров после событий, которые были в Париже, о том, что может состоиться кардинальное изменение, качественное изменение в отношении между Россией и Западом. Как Вы относитесь к этому? Вы их видите? Видели ли Вы какие-нибудь конкретные доказательства тому в Ваших сегодня встречах, допустим, с преминистром Великобритании или вчера с президентом США? Вы знаете, мы никогда не отказывались от добрых отношений с нашими партнёрами ни на Востоке, ни на Западе. И те односторонние меры, ограничивающие наше взаимодействие по различным управлениям, были инициированы не нами, а нашими партнёрами. Если сейчас наши партнёры считают, что настало время как-то менять наши отношения, то мы будем это приветствовать, мы никогда не отказывались от совместной работы и двери не закрывали. Но мне показалось, что действительно, во всяком случае, на экспертном уровне, на уровне обсуждения проблем, есть явная заинтересованность в том, чтобы возобновить работу по очень многим направлениям, включая и экономику, и политику, и сферу безопасности. А вот то, что в прошлом году на 20-х многие сказали, что вы были изгоем 20-х, средних лидеров на 20-х. Да, в этом году вы уже игрок именно из-за Сирии. Как вы относитесь к этому и, в общем-то, что вы думаете, если вы согласны немного с этим, о таком развороте, повороте событий? Нет, конечно, нет. В прошлом году, я уже говорил об этом, австралийские коллеги создали очень хорошие условия для работы, всё было очень корректно, без всяких проблем. Хотелось просто так преподнести, видимо, общественности, как вы сейчас сказали, что Россия как-то изолирована. Но ничего подобного не было. И тот факт, что я чуть пораньше уехал, могу вам сказать, открыть секрет, я, по-моему, уже об этом говорил. Я сделал это по техническим соображениям, чтобы не стоять в очереди на отлёт. Вот и всё. Нужно было лететь до Москвы, там, сколько, 14 часов, что ли. Поэтому мне нужно было просто сесть в первом самолёт. Я знаю, как там расписывают, протокольные службы расписывают отлёт, нужно было три часа ждать там. Я, кажется, пораньше уехал, вот и всё. Никаких не было проблем ни тогда, ни сейчас. Хотя, конечно, отношения были более напряжены, более напряжёнными, чем сегодня. Это, конечно, чувствуется, это правда. Но жизнь идёт вперёд, всё меняется, возникают и новые проблемы, и новые угрозы, и новые вызовы, которые трудно решать в одиночку. Кому бы то ни было, нужно объединять усилия. Елена Глушакова, РИА Новости. Я, наверное, вернусь к теме терроризма. За последний месяц по всему миру прошла серия трагических событий, причём в самых разных точках. Взрывы в Багдаде, подготовка к взрывам и терактам в Стамбуле, крушение нашего самолёта. Я знаю, да, что нет пока окончательной версии, что это было, но, как бы на взгляд всех экспертов, да, вероятность теракта исключать нельзя. Последние кошмарные взрывы в Париже. Франция начала массированную атаку в Сирии, да, операцию. Каждый лидер на встрече, любой и на общих каких-то здесь собраниях говорил о необходимости объединить усилия. Как вы считаете, возможно в этих условиях создать действительно единую антитеррористическую коалицию? И что она себе должна представлять? Потому что об объединении усилий говорят все, но при этом никто не говорит, какие должны быть у неё параметры, как она должна выглядеть. Ну, конечно. Я думаю, что это не только можно, но и необходимо сделать. Если вы помните, я же говорил об этом и на генеральной сессии ООН, посвящённой 70-летию создания организации. Именно об этом ведь я и говорил. И трагические события, которые за этим последовали, только подтвердили нашу правоту. А как это должно выглядеть? Ничего сложного здесь нет. Нужно наладить конкретную работу по предотвращению террористических актов, предупреждению и борьбы с терроризмом в глобальном масштабе. Мы же предложили сотрудничество на анти-ИГИЛовском направлении. К сожалению, наши партнёры в Соединённых Штатах на первом этапе ответили отказом. Они просто в письменном виде направили ноту, сказали, что там написано. Мы отклоняем ваши предложения. Но, действительно, жизнь развивается, причём очень быстро, и часто преподносят нам уроки. И мне кажется, что сейчас всё-таки осознание того, что эффективно бороться можно только вместе, приходит ко всем. Мы никогда не закрывали двери для этого сотрудничества. Полагаем, что это сотрудничество может быть налажено и на политическом уровне, и на уровне спецслужб, которые должны активнее друг с другом работать, обмениваться информацией, помогать друг другу и предупреждать друг друга об опасности. Что касается сирийского направления, то здесь нам нужно прежде всего определиться, и сейчас министры иностранных дел работают над этим, кого всё-таки мы считаем, какие группировки мы считаем террористическими организациями, а какие можно отнести к вооружённой, но всё-таки здоровой части сирийской оппозиции, и сконцентрировать наши усилия в борьбе именно с террористическими организациями. С тем, чтобы создать условия для политического урегулирования сирийского кризиса. У вас на полях саммита состоялась встреча с Ржебом Эрдоганом. Это был ваш первый контакт после выборов в Турции, где Эрдоган и его партия подтвердили статус КО в политической жизни Турции. В связи с этим, было ли по итогам этих переговоров вам сложнее говорить с турецкой стороной, например, по той же Сирии? И что будет с такими проектами, как «Турецкий поток», с другими энергетическими проектами, о которых договорились раньше? Нет, никаких сложностей я не почувствовал. Пожалуй, даже наоборот. Мы можем констатировать какое-то сближение наших позиций. Президент Турции человек прямой, открытый, и переговорщик он непростой, но, тем не менее, он очень опытный человек и явно стремится тоже к поиску решения. Поэтому мы вчера с ним долго говорили и по двусторонним нашим отношениям, и по сирийскому урегулированию. Мне показалось, что всё-таки мы можем нащупать какие-то общие точки, которые позволят нам, оттолкнувшись от них, добиться общего успеха. Это, прежде всего, относится к тому, что президент Турции, как он вчера мне об этом прямо сказал, считает, что сирийский кризис может быть решён только политическими средствами, и нужно создать условия для продвижения этого политического процесса. А проекты энергетические? А что касается двухсторонних проектов, то здесь я вообще не вижу никаких проблем. Мы как работали, так и работаем над этими вопросами. Там есть свои проблемы, свои вопросы, связанные с, если примитивно сказать, с торговлей. Что раньше? Курицу или яйцо? Что раньше? Проект, допустим, Турецкий поток, его юридическое оформление, либо скидки на продаваемый на турецкий рынок наш газ, либо сначала скидки, а потом юридическое оформление. Но в любом случае Турция заинтересована, как нам было сказано, в сохранении и увеличении объёмов продаж на свой рынок наших товаров, прежде всего, и в данном случае мы говорим о газовых сделках. И мы рассматривали различные варианты решения этих вопросов, которые представляют для нас обоюдный интерес. Спасибо. Егор Сазаев-Гурев, Известия. Хотелось бы вернуться к украинской тематике, тем более вы вчера встречались с Меркель, Германия входит в нормандский формат. Обсуждался ли украинский кризис, и нет ли у вас опасений, что в тот момент, когда мировое сообщество сконцентрировано на теме борьбы с терроризмом, там на Донбассе вновь может разгореться конфликт? Исходим из того, что хватит и выдержки, и ума, и ответственности у всех людей, от кого это зависит, и мы не будем наблюдать деградацию ситуации на юго-востоке Украины, а наоборот будем способствовать тому, чтобы фактическое перемирие, которое удалось достигнуть большими усилиями, не будет нарушено, а наоборот оно будет способствовать развитию политического процесса. Что касается обсуждения темы Украины, то да, действительно, ну это и само собой разумеется, мне кажется, ничего здесь необычного нет. После трагических событий в Париже, после крушения нашего самолёта, в отношении которого ещё много неясностей, конечно, прежде всего говорили об этих проблемах, но, тем не менее, украинская тематика, она не уходила из повестки дня. Я с коллегами, практически со всеми, с кем говорил, в двухстороннем формате, обсуждал эти вопросы, и эта тема не забыта. Спасибо. Ассоши этот пресс. Владимир Владимирович, вот часто можно было слышать, что западные партнёры ваши обвиняли Россию в том, что российские ВКС в Сирии наносят удары не по тем, не по ИГИЛ, а по умеренным группировкам, так называемым. Вот сейчас в ходе саммита изменилось их мнение, как вы почувствовали в ходе дискуссий. И вторая часть вопроса. В ходе операции возглавляемой США против ИГИЛ, ИГИЛ сломить не удалось. Вот в чём вы видите в военном отношении разницу между действиями России и действиями коалиции возглавляемой США? Спасибо. Первая часть вопроса касается… Почувствовали ли вы разницу в подходе? Перестали ли критиковать Россию за то, что она бьёт не по тем в Сирии? Ну, в общем и целом, она как-то немножко, эта критика, ну, почти не звучала, так скажем. Да и трудно нас критиковать-то, когда нам говорят, вы бьёте не туда, а мы говорим, скажите куда, назовите цели, нам не дают. Мы бьём не туда, скажите куда не надо, тоже не дают. Ну, как нас критиковать-то? Поэтому, ну, знаете, я не хочу ёрничать на этот счёт. Как ни странно, есть и свои резоны в этом, и свои причины. И одна из них, я вам скажу сейчас прямо, заключается в том, что нам боятся давать территории, по которым не надо наносить удары, опасаясь, что именно туда мы будем удары наносить, что мы всех обманем. Видимо, о нас думают, исходя из своих собственных представлений, о порядочности. Но я могу подтвердить, что мы сейчас, что называется, на поле боя установили контакты с частью, конечно, не со всей, но с частью так называемой непримиримой, даже вооружённой сирийской оппозиции, которые сами нас просили не наносить удары по тем участкам территории, которые они контролируют. Мы достигли этой договорённости и исполняем их. Более того, вот эта часть вооружённой оппозиции считает возможным начать активные боевые действия против террористических организаций, прежде всего, против ИГИЛ, в случае нашей поддержки с воздуха. И мы готовы оказать им эту поддержку. Если это произойдёт, то это значит, что армия президента Асада с одной стороны и вооружённая оппозиция с другой борются с общим врагом. Мне представляется, что это может стать хорошей базой, хорошей основой для последующей работы и на площадке политического урегулирования. Собственно говоря, такую идею когда-то, когда я в Париже был недавно, в рамках нормандского формата, предложил президент Франции господин Аланд. Первые шаги в этом управлении мы сделали, и в общем и целом они пока позитивны. Нам очень нужна помощь и поддержка Соединённых Штатов, европейских стран, Саудовской Аравии, Турции, Ирана для того, чтобы этот процесс сделать необратимым. Вот мы об этом с коллегами сегодня тоже очень подробно говорили. Спасибо. Спасибо, Александр Колесниченко, аргументы и факты. С момента крушения российского аэробуса прошло достаточно много времени, в чём остаются сложности, о которых Вы говорили, когда всё-таки можно ждать окончательного вердикта, что ли, о результатах, о причинах этой трагедии. И второе, позвольте, насколько сегодня, по-вашему, велика угроза повторения того, что случилось в Париже, в российских городах? Что делается для минимизации этих угроз? Спасибо. К сожалению, от террористических атак никто не застрахован. Вот ведь, допустим, Франция относилась к числу тех стран, которые вообще занимали достаточно жёсткую позицию в отношении президента Ассада лично. И мы слышали всё время от наших французских друзей, что предварительным условием для начала политических преобразований должно быть согласование вопроса об уходе президента Ассада. Ну и что, это уберегло Париж от террористической атаки? Нет. Нам, мне кажется, не нужно выдвигать вперёд вопросы, которые, по сути, являются второстепенными. Первое, что мы должны сделать, это объединить свои усилия в борьбе с террором и с террористическими организациями. И на этой базе договариваться о политических преобразованиях. Что касается крушения нашего самолёта, это огромная боль для всех нас, для всего российского народа, чтобы не было причины этого крушения. Да, мы знаем о всех версиях и все версии рассматриваются. Окончательный вывод можно будет сделать после проведения и завершения экспертиз. Какие это экспертизы? Если был взрыв, то на обшивке лайнера, на вещах пассажиров должны остаться следы взрывчатого вещества. Это неизбежно. И у нас достаточно техники, хороших специалистов, классных, мирового уровня в этой области, которые в состоянии обнаружить эти следы. Только после этого можно будет сказать о причинах этой трагедии. Ну а здесь вот коллега спрашивал по поводу того, как эффективно работали западные страны или менее эффективно. Мы работаем ли эффективно в борьбе с ИГИЛ, скажем, с другими террористическими организациями? Я думаю, что знаете, что сейчас не время нам говорить, кто эффективно, кто неэффективно. Вот французские самолёты сейчас увеличили просто количество боевых вылетов. Но если вы посчитаете, посмотрите, сколько наши лётчики сделали за последнее время, то будет понятна интенсивность этой боевой работы. Но, повторяю, сейчас не время считать, кто лучше, кто хуже, причины, почему предыдущие действия были менее эффективными или более эффективными. Сейчас нужно посмотреть вперёд, нужно объединить усилия для борьбы с общей угрозой. Спасибо.